Конан Конан Возвращение в Тарантию Я так рада, что вы решили поехать вместе со мной. Судя по посланию от твоих циркачей, дело срочное. Да, но они сообщили только, чтобы мы явились побыстрее. Скоро мы всё узнаем. Кроме того, Конан, тебе пора посетить столицу Аквелонии, Тарантию. Я знаю, ты не любишь города, Гром. Это цивилизованные земли, значит, здесь полны и полно конакрадов. Так что будь осторожен. О, Кром, как могут так много людей жить все вместе? Это не так уж плохо. А там Колизей, рядом с которым стоят цирковые палатки. Уверена, что внутри актёры репетируют свои номера. Я иду туда. Приготовиться, давай, Персис. Этому цирку не помешал бы новый номер. Жизмин! Жизмин, смотрите-ка! Здравствуй, Жизмин! Неужели наша малышка Жизмин вернулась с войны? Рада тебя видеть, Персис. Конан, много врагов убил со времени нашей последней встречи? Много, но недостаточно. Персис, остальные вы забыли? Так не подобает. О, да. Прошу нас извинить, госпожа. Мы не хотели вас обидеть. Простите, леди Жизмин. Леди Жизмин? Владюс, я похожа на леди? Но в вашем сообщении было сказано, чтобы мы явились побыстрее. Что же случилось? О, у нас чудесные новости. Мы нашли твоих родителей. Моих настоящих родителей? Как? Где? Мы обнаружили разбойников, которые похитили тебя, когда ты была ребенком. В прошлый раз они убежали от нас. Они не обрадовались, увидев нас снова. Ведь тогда они пытались продать нам тебя. Я проучил их, объяснил, что мы думаем по поводу похищения детей. На этот раз Голга убедил похитителя отвезти нас к женщине, которая вырастила тебя. А она привела нас к твоей тете, которая и рассказала о твоей матери. Графиня Селин из рода Форнезинов, самого древнего и благородного рода Тарантии. Графиня? А ее муж граф Астивус. Один из наиболее почитаемых генералов короля. Но сейчас тебе нужно идти. Нас не должны видеть в твоем присутствии. Но почему вы должны теперь иначе относиться к Жизмин? Она все еще одна из вас. О, нет, не в Тарантии. Наши законы запрещают простолюдинам общаться с благородными людьми. Глупые цивилизованные законы. Мои настоящие родители... Отправимся на поиски этой графини. Нет, я пойду искать ее. Одна. Графиня Селин, не бойтесь. А-а-а! Стража! Стража! Нет, прошу вас. Не двигаться! Постойте, я могу объяснить. Звездный металл. Он светится. Вы слуги Сета. Отправляйтесь к своему хозяину. Вам повезло, что я появилась. Вы могли так и не узнать, какая опасность вам угрожает. Но звездный металл всегда обнаруживает змей. Но кто ты? Почему? О, Митра! Нет! Этого не может быть! Ты сама можешь все увидеть, мама. О, я никогда! Столько лет! О, Лавиния! Моя маленькая девочка! Мама! Теперь меня зовут Жизмин. Жизмин. Тоже красивое имя. Хвала Митре, она вернула тебя мне. Но как ты потеряла меня, мама? Это было давно. Но мне было столько же лет, сколько тебе сейчас, когда я полюбила Астивуса, твоего отца, солдата, человека из народа. Если бы мои родители узнали, его арестовали бы и обезглавили. Но мы пошли наперекор традициям. Священник из храма Митры тайно поженил нас. Мы дали клятву, которая связала нас навеки. Вскоре после этого Астивуса отправили защищать наши границы. А я поняла, что у меня будет ребенок. На год я уехала жить к своей тете. Я знала, что она сохранит все в тайне. Но когда мои родители потребовали, чтобы я возвратилась, у меня не было иного выбора, как оставить тебя с ней, чтобы она подыскала тебе мать, которая воспитала бы тебя. Астивус возвратился с войны великим героем. Король сделал его генералом и пожаловал ему графский титул. Наконец-то мы могли открыть наш брак. Но вскоре пришла новость о том, что тебя похитили. Я плакала несколько месяцев. Больше у нас не было детей. Ну давай забудем прошлое. Я хочу все знать о тебе. Расскажи мне все. Где ты была, что делала? И что за необыкновенные звезды ты носишь на своей руке? Тогда сначала я должна рассказать тебе о Кононе и о том, как его отец сделал эти звезды из металла, упавшего с неба. Это удивительная история, а Конон – удивительный человек. Уже расцвело, а ее все нет. Если она не придет в ближайшее время, мы перевернем всю Тарантию. Имею ли я честь обратиться к Конону Кемерийскому и принцу Зули Вассайскому? Имеешь. Леди Жизмин передает вам приглашение на маскарад, во время которого она будет представлена королю. Почему она не пришла сама? Если это ловушка, я... Сэр, графиня всю ночь проговорила с Леди Жизмин, и теперь им обеим нужно отдохнуть. А теперь прошу, господ, следовать за мной. Хм, почему бы и нет? Поспи, дорога. Ты должна отдохнуть перед сегодняшним маскарадом. Ты меня порадовала, Селин. Твои слова доказывают твою преданность мне. Молодец! Поклянись, что не причинишь зла, Жизмин, и тогда оружие звёздного металла будет твоим. Я исполню твои приказания. Конечно, Селин. Я обещаю тебе. Только принеси звёздный металл, а об остальном я позабочусь. Графиня, господа накормлены и препровождены в ванную комнату, как вы и просили. Но только вот большой господин, похоже, не любит воду. Это уж точно. Займитесь имя, Клаудиус. Мы скоро будем. Что ты делаешь, Жизмин? Ты теперь леди? Ты не можешь носить всё время эти вещи. Кроме того, в присутствии короля никто не должен иметь оружие. Не волнуйся, здесь звёзды будут в безопасности. А сейчас с тобой очень хочет познакомиться один человек. Жизмин, я Стивус, твой отец. Я, я... Какая ты красивая. И так похожа на свою мать. Отец. Дорогая моя, любимая моя дочь. Клянусь кромом, тебе не превратить меня в павлина, который только и делает, что чистит свои перья. Со следующим, кто попытается отнять мой меч, я поступлю ещё хуже. Конан, 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 это всего лишь ванна. Неужели ты никогда не принимал ванну в Кемерии? Принимал, регулярно. Раз в год мама бросала меня в ледяной ручей. Нужно мне это было или нет? Конан! Жизмин, ты вовремя. Прикажи этим людям... О, Жизмин? Кажется, ему нравится твоя новая внешность, дорогая. Добро пожаловать в дом форнесинов, господа. Простите нас за беспокойство. Ваше гостеприимство безгранично. Вижу, вы уже подобрали себе костюмы для маскарада. Осталось надеть только маски. Костюмы. Да, мы сочли их подходящими, случаю. Клаудиус! Где этот человек? Вам придётся отдать оружие. Никто не имеет права появляться перед королём вооружённым. Отдать оружие? Это большая просьба, Жизмин. Я положу его вместе со своими звёздами в маминых покоях. Я никому не отдам свой меч. Конан, пожалуйста, ради меня, только на сегодня. Держи. Только на сегодня. И ради тебя. Мой бумеранг. Хорошо. Увидимся на маскараде. Вы украсите собой Тарантийское благородное общество. Добро пожаловать, леди Жизмин. Благодарю вас. Добрый вечер, леди Жизмин. О, Конан! О, нет! Конан, пойдём найдём гранат для твоей маски. Кто подсказал тебе эту безумную идею? Нидал, веди себя прилично. Нидал видит гранаты. Нидал, нет! Не на виду у всех! Все собрались? Хорошо. Тогда мы начинаем наш маскарад. Ой, гранаты! Целый под носком. Ой, змея! Птица! Проклятая птица, я вытащу тебя оттуда. Настала пора всем снять маски и показать свои истинные лица. Нет! Нет! Настоящий король покоится в могиле. Поэтому я решил поприветствовать вас вместо него. Ротамон! Конан! Нет, Жизмин! Молчи! Не перечи Ротамону! Иди в свою комнату и оставайся там. Я рад, что эти отбросы встретят свой конец в мучениях и агонии! Унесите их в железную башню и бросьте в яму Йогда Гота! А Стивус! Принеси мне звездный металл! Я пришел за оружием! Ротамон пообещал мне, что если он получит звездный металл, то Жизмин не пострадает! Он обещал! Ты не понимаешь! Я ничего не могу сделать! Я должен доказать свою преданность Ротамону! Или он заменит тебя на мою соплеменницу! Так же, как мы сделали это с половиной благородного населения Тарантии! Лишь моя любовь защищала тебя все это время! Мои друзья думают, что я сошел с ума, полюбив человека! Оставайся здесь! Если ты встанешь мне на плечи, то я, возможно, дотянусь. Но решетка слишком тяжелая. Я не смогу поднять ее один. Это моя вина. Мое тщеславие, моя глупость привели нас сюда. Я предала вас! Нет, не убегай в темноту! Пожалуйста! Жизмин! Вылезай! Вылезай, оттуда мерзкая птица! Я все равно достану тебя, даже если это будет... Не дул благодарить тебя за головную боль! Где звездная девушка, варвар и принц Тигр? Где они? Они в опасности! Идем со мной! Гром! Уведи Жизмин! 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 Оружие из звёздного металла Ты хорошо потрудился, Стивус Скоро звёздный металл поможет освободить нашего господина Сета Да здравствуй, Сет Постой, а где звёзды? Нидл! Всё хорошо, смотри, что сейчас будет Смотри Быстрее, найди их и приведи сюда Даже незнакомцы нуждаются в услугах Нидла Вон он, принц Тигр, звёздная девушка Нидл, мы здесь! О, это Йогдагод! Следуйте за Нидлом, бегите! Но вон он! Мы должны найти наше оружие Поднимайтесь Конан, лови! Получай, мерзкая тварь! Я забираю это Жизмин, дочь моя! Веди нас к Ратамону! Астивус, забери звёзды у Селина Затем убей её! Нет, господин Ты нарушил обещание пощадить Жизмин Селин сделала всё так, как ты просил Ты смеешь мне перечить? Клянусь сетом! Я сам отправлю тебя в небытие! Нет, Ратамон Это мы отправим тебя туда Спрячься за мной, Селин! Посмотрим, Ратамон На что ты способен без ловушек и предательства? На это! Предатель, ты заслуживаешь страшной смерти! Ты получишь её! Астивус! И ты отправляйся вместе с ним! Астивус! Мама! Господин, подождите меня! Этот негодяй опять ушёл от нас Жизмин, сейчас мы ничего не можем сделать Ратамон может вернуться, мы должны уходить Но мои родители... Жизмин, клянусь тебе, мы найдём способ освободить твоих родителей 沒有 LAUGHTER Субтитры добавил DimaTorzok